Ой, я очень люблю город Шадринск, я поступала сюда и не знала, честно, какой город. Сейчас уроженка Свердловской области Марина не только знает и любит Шадринск, но и сама придумывает, как сделать его еще лучше. Идеи, преображающие города. Так называется Всероссийский конкурс, направленный на поддержку молодых талантливых людей, создающих проекты благоустройства городской среды. Молодым шадринским талантом в рамках городского конкурса в этом году было предложено подумать над проектом благоустройства экопарка «Звездные увалы». Я, в принципе, заметила, что в Шадринске достаточно мало детских площадок, и было бы неплохо, если бы стало на одну больше. И я сделала проект именно детской площадки, очень эргономичной, чтобы она занимала немного относительно пространства, но при этом была как бы многофункциональной. Участников и победителей конкурса на лучшую идею по благоустройству увалов собрали в выставочном зале корпуса ШГПУ, что получилось весьма символично, поскольку именно сейчас там проходит выставка работ шадринского художника Сергея Брагина, человека, умеющего не только видеть красоту в привычной зауральской природе, но и находить особенные выразительные средства для своих пейзажей. Организатор конкурса «Городская администрация», обращаясь к творческой фантазии молодых шадринцев, тоже рассчитывала на свежий, нетривиальный взгляд непрофессиональных художников и архитекторов на то, какой может быть современная городская среда. Как раз у молодых людей могут быть вот те свежие идеи, которые мы, ну, взрослые, не всегда можем продуцировать, да, вот этот самый свежий взгляд, и это очень здорово. Вот у нас здесь сегодня в основном были представлены студенты, я надеюсь, что у нас подобные конкурсы будут традицией, и здесь могут участвовать уже и больше школьников, и студентов разной направленности, не только профильной, скажем так. На нынешний конкурс было подано 18 проектов от шадринцев в возрасте от 12 до 22 лет. Большая часть конкурсантов – студенты, но активные школьники тоже не остались в стороне от интересной идеи. Дарью Лебедеву на награждение заменили мама и папа, но по очень уважительной причине. Дарья Сергеевна у нас едет из Москвы, она участвовала в конкурсе, заняла второе место, стала лауреатом второй степени. Что касается конкурса на лучшую идею благоустройства шадринских увалов, то к нему, по словам родителей, готовились всей семьей, выезжая для понимания масштабов задачи на место будущего экопарка. Даша сделала в виде надписи «Звездные увалы», там скамейки, качели и вот такое вот. То есть вот из этих объектов читаться надпись должна быть? Да, «Звездные увалы». Звездная тема будущего экопарка вдохновила и призера конкурса Арсения Тимошкова, ставшего лауреатом третьей степени в номинации «Арт-объект». Так как «Звездные увалы» в самом названии «Звезды», это у меня ассоциировалось с сказкой «Маленький принц». То есть у меня был арт-объект, который так или иначе перекликался с этой сказкой. То есть на некой планете сидел сам «Маленький принц», рядом его лис, и под куполом находилась роза. Своё участие в конкурсе на благоустройство Шадринска уроженец села Мальцево, а ныне студент университета, Арсений, объясняет так. Так как я в нём живу, мне непосредственно хотелось бы делать его красивее. О том, чтобы именно его идея нашла воплощение в жизнь, мечтает каждый участник конкурса. Мечты некоторых сбудутся, если «Звездные увалы» выиграют конкурс на федеральное финансирование. Как раз мы и сделали этот конкурс для того, чтобы посмотреть, что можно воплощать. И когда оценивали работы, смотрели не только уровень исполнения работ, но и то, насколько это применимо. Но вот буквально, можно ли эту лавочку взять и поставить в наш будущий экопарк? Если да, то это говорит о том, что идея применима, и мы будем стараться в случае нашей победы, чтобы элементы разработок ребят, либо, возможно, в том виде, в котором они были разработаны, они у нас появились в нашем экопарке. Я думаю, это будет дополнительная мотивация вообще для всех ребят и понимание того, что их идеи нужны, цены и востребованы городом.